Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Анатолий. Сегодня я хотел бы поговорить на тему, которая называется «Условия». Я не случайно выбрал это место. И прежде чем говорить об условиях для людей, я хотел бы начать с условий, в которых находился наш кот. В 2007 году нам подарили кота, его зовут Чика. И два года он провел, сидя на окне, на подоконнике. И он боялся выходить даже в подъезд. Ничего не помогало, он испытывал сильный страх. И вот переехали мои сына Вера, поменяли жилье. И кот оказался на первом этаже, вот в этой квартире. Сейчас она открыта там. И вот с этого балкончика он начал спрыгивать на вот этот контейнер мусорный, затем вниз и стал узнавать свою территорию. Вначале он дрался. Его не принимали коты, которые здесь жили до него. Это была их территория. Он выходил, прятался в этих кустиках, переходил на ту территорию, вот туда в частные как бы домики. Но он освоил все это. И впоследствии он стал здесь своего рода хозяином. Он навел тут порядок свой и ему здесь очень нравилось. Впоследствии он снова оказался на пятом этаже. И он уже оттуда не мог самостоятельно выходить. Это была большая проблема, потому что дверь в подъезде, она автоматически открывалась, закрывалась и на ключ. Кроме того, в подъезде наверху на пятом этаже была еще одна дверь. И естественно кот не мог открывать и пользоваться этой возможностью. Поэтому он страдал. Мой сын нашел снова квартиру на первом этаже. И сейчас, слава Богу, у нашего кота очень хорошие возможности для того, чтобы он мог гулять. И поэтому, о чем я хотел бы поговорить, что есть условия также для людей. И у людей иногда бывают очень крайне плохие условия. И поэтому человек ищет более лучших условий. Как для учебы, так и для проживания и для работы. Если таковые возможности есть, то человеку необходимо их использовать. Иногда условия бывают настолько плохими. Скажем, человек работает на вредном производстве. И в данный момент у меня тоже такая ситуация, что я работаю в бассейне 5 часов. И бассейн находится в подвальном этаже здания. И когда я утром вхожу в 7 утра в этот бассейн, то по стенам течет вода. Влажность очень большая. Кроме того, хлорированная вода и низкие потолки бассейны не должны быть в подвальных этажах. Потому что для бассейна необходим солнце, воздух и вода. И когда всего этого нет, или есть только одна вода, а другого нет. То тогда человек, который проводит эти занятия, он страдает. Его здоровье ухудшается. Я с кашлем выхожу через 5 часов работы из этого помещения. Кроме того, сами люди в бассейне, где очень много хлора, они тоже страдают. И поэтому очень важно, чтобы условия были приемлемыми. А еще лучше, чтобы они были хорошими. Это условия для больницы, для сотрудников больницы, для пациентов больницы. Это условия для учеников. Представьте, если ученики стоят или сидят на полу. Представьте, когда у них нет пишущих принадлежностей, или бумаги, или ручек, или карандашей. Как могут тогда обучаться эти дети? И в определенном смысле слова, конечно же, условия, они не должны быть сверх комфортными. Потому что сытость, она тоже приводит людей к тому, что они постепенно теряют интерес, мотивацию. И это опасно, это опасное состояние тоже для людей. И об этом тоже надо рассуждать, об этом надо знать. И все хорошо в меру. А мера это у каждого своя. Это очень индивидуальные такие подходы для каждого человека. Условия. Условия жизни, учебы, работы, отдыха. И все это влияет на человека. И когда крайне тяжелые условия, то люди страдают. Поэтому необходимо, чтобы люди искали эти условия правильно. И если на то возможно, то поиски должны быть молитвенными. Потому что в духовном мире от условий тоже многое зависит. Условия. Просуждайте на эту тему. А я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.